В современном мире почти 95% энергии человека уходит на две вещи — деньги и секс. Куда ни посмотри, везде преобладает либо тема денег, либо секса. Реклама, журналы, книги — правильно это или неправильно. 95% — это по самой скромной оценке. Да? Почти 100%. Саккуру, большинство из нас сталкивается с этим вопросом в повседневной жизни. Речь идёт о деньгах и о том, почему человек так сильно одержим ими. Существует ли что-то вроде здорового отношения к деньгам, которое можно развить в себе? Можете ли вы что-нибудь сказать об этом? А что нездорового в деньгах? Деньги — это просто средства, не так ли? Люди одержимы не деньгами. Люди одержимы тем, что можно купить за деньги, не так ли? Они одержимы расширением возможностей, которые приносят деньги. Им не нужны сами деньги. Нужны возможности, которые деньги дают, не так ли? Деньги дают свободу в физическом мире. Вот чего хотят люди. Так что... Деньги не являются причиной, они выступают средством. Так что плохого в деньгах? Что не так? Мы создали их, не так ли? Иначе мы бы до сих пор использовали бартерную систему. Поскольку наши рыночные отношения усложнились, и пользоваться бартером стало неудобно. Мы создали деньги. Когда и обмен наличными стал слишком неудобным, мы создали банковские карты. Так что... Это просто средство. Правильно это или неправильно. В этом нет ничего правильного или неправильного. Если у вас есть деньги в кармане, то это делает жизнь легче и комфортнее. Благодаря тому, что у вас есть деньги, вы можете сейчас сидеть здесь и думать о внутреннем развитии. Если бы вы жили в трущобах без гроша в кармане, вы бы не практиковали шамбу и махамудру сидя здесь сегодня, не так ли? Вы бы боролись за выживание. Или строили лодку для передвижения по дому. И тому подобное. Не так ли? Благодаря тому, что у вас есть немного денег, вы сидите здесь даже в такой ливень. Скорее всего, будет наводнение. Если изотопят, ничего страшного, мы можем переехать в гостиницу. Если у вас есть немного денег, то у вас есть такая свобода. Не так ли? С пустыми карманами это было бы невозможно. Так что в деньгах нет ничего плохого. Наличие денег – это хорошо. При условии, что они остаются в кармане. Если они у вас в голове, то это уже извращение. У большинства людей деньги не выходят из головы. И это стало извращением. Держите деньги в положенном им месте. Это делает жизнь легкой и приятной. Вы можете сидеть и медитировать. Да? Если у вас достаточно денег, чтобы позволить себе не работать, вы можете взять месяц отпуска и просто медитировать. Не так ли? Человек, который с трудом находит деньги на пропитание, не может этого себе позволить. Даже если захочет. Поэтому деньги в кармане – это очень хорошо. Но если они у вас в голове, это извращение, которое уничтожит вас. Вы должны все держать на своих местах. В современном мире почти 95% своей энергии люди расходуют на две вещи – деньги и секс. Эти две вещи сегодня потребляют почти 95% человеческого потенциала. Не так ли? 95% – это по самой скромной оценке. Да? Почти 100%. Пока деньги на своем месте – это хорошо и приятно. Это справедливо и для секса. Если он в вашем теле – это хорошо. А если в голове – это становится извращением. Он засел в головах людей. Секс больше не в теле. Он засел в головах. Если бы он оставался в теле, то потребность в нем не была бы постоянной. Она бы возникала только иногда. Не так ли? Теперь он засел в головах и постоянно там находится. Это болезнь. Если вы держите деньги в положенном месте, а секс в теле, тогда вы проживете свою жизнь хорошо. Но обе эти вещи вы держите у себя в голове. И теперь вы не можете жить нормально. Вы живете как больной человек, потому что они управляют вами изнутри и разрушают вас самыми разными способами. Все прекрасное в вас исчезнет, как только деньги и секс проникнут вам в голову. Не так ли? Сейчас во всем мире все связано либо с деньгами, либо с сексом. Вы видите это? По крайней мере, в цивилизованной части мира. Не так ли? Везде, куда бы вы ни посмотрели, либо деньги, либо секс. Просто проедьтесь по Мумбаи. Все сами увидите. Реклама, журналы, книги, либо о деньгах, либо о сексе. Не так ли? Если деньги и секс перейдут в свое естественное место, они перестанут быть проблемой. С ними все в порядке. В них есть своя красота. Но если вы преувеличиваете их в своем уме, то все станет уродливым. Поэтому деньги и становятся проблемой, потому что вы не знаете, где их следует держать. Держите их в своем кармане. Тогда это хорошая вещь.